Протягивается под рыхток до проведения третьего областного конкурса «Миссис Гомель». Им принимают удел 15 пригожунь, которые находятся в шлюбе и мают детей. 15-го снежная станет вядома имя «Пероможцы», а сейчас пригожунь рыхтуются до конкурса в режиме «Нон-стоп». Займаться приходится каждый день, причем не только дефиле хореографии, а и в тренажерной зале. Удельница такие расклады неполоха, кожная везде активный лад життя. Моя профессия никак не связана со спортом. Спорт – это у меня увлечение. Да, я занимаюсь спортом. В тренажерный зал я пришла где-то год назад, когда возникла необходимость коррекции фигуры. Хочу сказать, что семья у меня спортивная. Муж спортсмен, дочка занимается спортом тоже. Ну, я в тренде. Семья, двое маленьких дочек. Я пришла на конкурс поучаствовать, подать им пример. И сейчас очень модно пряча в движении. Вот показать людям, что нечего бояться детей. Можно и с детьми быть в отличной форме, как Татьяна. Можно весело проводить время вместе с детьми. Это вовсе не помеха. А это, наверное, оправдание для людей, которые просто ленятся, не хотят чего-то делать. Нагадаем, что на сайте Центра моды и прохожусти «Хрустальная нимфа» сейчас проходит голосование за титул «Месяц глядацких симпатий». Подчас финалу девчонкам нужно будет пройти шерох выпробований, а глядачу чекает не только яркое видовище, но и концертная программа с делом запрошенных артистов. Уладельницы трех призовых мест получают сертификаты на ювелирное пригодение. Организаторы означают, конкурс будет проходить в областном громадско-культурном центре как светское мероприемство с червоной дорожкой. Тому гостям нужно быть в вечерних уборах и костюмах.